Всем привет, с вами Джейкоб и это очередной выпуск рубрики обзоры плагинов. Сегодня на обзоре плагин под названием Crazy Auctions. Благодаря данному плагину у игроков вашего сервера появляется возможность выставлять вещи на продажу или на аукцион. Я предлагаю не затягивать и сразу же приступать к установке и настройке данного плагина. GC World это небольшой сервер Джейкоба по Майнкрафту. Ламповое выживание в приятной компании игроков, дуэли, Skywar, Zombie Apocalypse и многое другое вас ждет на сервере. IP сейчас на экране, а также в описании под видео. Заходи, нам тебя не хватает. Итак, сейчас мы находимся на официальной странице плагина Crazy Auctions. Плагин был протестирован на версиях OdaNin 8 до 1.15. Я думаю, что в скором времени также и появится версия 1.16, поскольку плагин периодически обновляется. На что я еще хотел бы обратить ваше внимание. Здесь у нас присутствуют файлы перевода. То есть, в плагине у нас будет несколько файлов и здесь уже у нас есть перевод на русский. И все, что вам остается, это всего лишь прийти на вот эту страничку, скопировать данный конфиг и вставить его у себя. Но хочу обратить ваше внимание, что перевод здесь, скорее всего, был осуществлен через Google Переводчик, либо какие-то другие переводчики. И он не совсем, так скажем, правильный. То есть, вот взять даже строчку, ваш инвентарь полный, пожалуйста, открыть вверх какое-то место, чтобы купить это. То есть, скорее всего, перевод был осуществлен через какие-то сторонние переводчики. И предложение все-таки нужно будет исправить, если вы хотите, чтобы все на вашем сервере было красиво и понятно. Но, по крайней мере, есть хоть какой-то перевод, от которого уже можно отталкиваться и, в принципе, это хорошо. Итак, мы скачиваем данный плагин, нажимаем Download Now. Мы попадаем на страничку ресурса GitHub. И здесь нам необходимо скачать вот этот jar-файл. На данный момент это самая последняя версия данного плагина. Сохраняем и переносим в папочку Plugins. Все как обычно. Ну, а теперь мы запускаем сервер. Сервер запустился и теперь давайте мы взглянем на конфигурацию данного плагина. Переходим в папочку Plugins, Crazy Auctions. И у нас есть вот такие четыре файла. Первый файл это сама конфигурация данного плагина. Второй файл это своего рода база данных. То есть, в данный файл записываются различные данные, какие вещи сейчас есть на аукционе, кто эту вещь на аукцион выставил. То есть, ни гикерка. В общем, разные данные. Этот файл мы не трогаем. И файл с сообщениями. Также у нас есть какой-то тест файл. Честно говоря, я раньше его не замечал. И здесь у нас написано, что не нужно его удалять. Он используется для какой-то там проверки в книге. Я не знаю, с чем это связано. Но, в общем, удалять мы его, пожалуй, не будем. Итак, осмотрим первый файл. Самый главный файл с конфигурацией. Здесь у нас есть возможность изменить префикс, который будет выводиться при разных действиях, которые мы будем совершать. Также есть возможность изменить название в самой менюшке аукциона. Ну и также в менюшке аукциона у нас есть разные разделы. И здесь также их можно перевести. Либо скопировать уже переведенный вариант, который нам предоставил разработчик. Здесь у нас находится время продажи. Иными словами, это сколько дней будет находиться вещь на продаже. То есть в данном случае, если игрок выставит вещь на продажу и ее никто не купит в течение двух дней, то данная вещь снимается с продажи и переносится в специальный раздел, где игрок может ее забрать и вновь выставить на продажу, допустим. Либо не выставлять уже как бы по желанию. То есть это, иными словами, время пребывания вещей на продаже. Этот параметр отвечает за продолжительность аукциона. То есть если игрок выставляет какую-то вещь на аукцион, то этот аукцион будет идти 2,5 минуты и за это время игроки могут предлагать свои ставки. Как я сказал раньше, если на протяжении двух дней никто не купит какую-то вещь, которую игрок выставил на продажу, то она перемещается в специальный раздел. И вот именно здесь указываются сроки пребывания этой вещи в данном разделе. То есть 10 дней. Если за эти 10 дней игрок не заберет данную вещь, которую ему не удалось продать, то она попросту исчезает. А данный параметр отвечает, сколько дней вещь будет находиться у победителя аукциона. То есть иными словами, если игрок предложил самую высокую ставку и он победил на аукционе, данная вещь перемещается в специальный раздел и будет там находиться 20 дней. Если игрок ее не заберет, то она опять-таки пропадает. Здесь у нас задается минимальная цена за продажу вещи. Допустим, поставим 100 и максимальная цена. Ну и соответственно, здесь у нас минимальная цена вещи, которую мы выставляем на аукцион и максимальная. Данный параметр позволяет выставлять поврежденные вещи на аукцион. То есть какая-нибудь броня, инструменты и тому подобное. Можно этот параметр выключить. Он сейчас выключен, можно включить. И тогда игроки смогут выставлять поврежденные вещи на продажу. Данным параметром я не пользовался, но насколько понимаю, он отвечает за то, чтобы когда игрок открывает меню с аукционом, то в первую очередь ему открывается выбор категории. То есть, чтобы игрок мог выбрать вещь, которая его интересует. Допустим, там еда, инструменты, какая-нибудь броня и так далее. Ну и здесь у нас есть возможность выключить, например, вещи на аукционе. Либо выключить продажу вещей, тогда игроки только смогут выставлять вещи на аукцион. То есть, думаю, здесь объяснять ничего не стоит. Ну и также у нас есть возможность задать свой какой-нибудь звук. И дальше у нас идут уже как бы настройки самой менюшки. То есть здесь можно это все переводить. Можно уже взять готовый перевод. Стилизировать как вам будет угодно. Здесь практически большая часть данного конфига. Это просто размещение разных элементов управления. Можно уже все здесь кастомизировать. И что нас еще интересует. В самом конце конфига у нас есть blacklist. То есть черный список предметов, которые не получится выставить на аукцион. Допустим, вы не хотите, чтобы игроки выставляли на аукцион какой-нибудь деревянный топорик для привата. Поскольку его можно получить буквально одной командой. Что мы делаем? Мы просто берем и заносим его в черный список. Wooden X. Деревянный топор. Мы занесли его в черный список. И теперь игроки его не смогут выставить на продажу. Еще один важный файл, который у нас имеется. Это messages. То есть сами сообщения плагина, которые будут выводиться. Например, вот сообщение, что ваш инвентарь полон. Пожалуйста, освободите место, чтобы что-нибудь приобрести. В общем, это все можно перевести, либо опять-таки взять уже готовый перевод и его немножко откорректировать. Конфигурацию данного плагина мы осмотрели. А теперь давайте переместимся в игру и посмотрим, что этот плагин из себя представляет. Итак, мы переместились на сервер. Чтобы открыть менюшку с аукционом, нам достаточно написать простую команду A-H, либо же C-A. Тем самым у нас открывается менюшка с нашим аукционом. И снизу мы можем наблюдать разные кнопки управления, так скажем. Первая кнопка у нас отвечает за переход в раздел, в котором будут показаны все ваши вещи, которые вы выставили на аукцион. Вторая кнопка отвечает за переход в раздел, где будут храниться вещи просроченные. То есть те вещи, которые вам не удалось продать на протяжении двух дней. И как мы помним, в конфиге у нас задано значение, если на протяжении двух дней игрок не продаст какую-то вещь на аукционе, то она у нас будет добавляться в данный раздел. Здесь у нас можно сразу вернуть все вещи из аукциона. И также можно переключаться между страницами, если у вас очень много выставленных вещей на аукцион. Также в каждом разделе у нас имеется вот такая книжечка, которая объясняет, зачем этот раздел нужен. Здесь вы можете кратко изложить суть, чтобы игроку было понятно, за что отвечает данный раздел и что он здесь может сделать. Следующая кнопка это у нас категории. Мы можем выбрать разные категории товаров. Здесь у нас есть броня, оружие, инструменты, еда, зелья, блоки и другое. Также есть возможность отключить категорию, тогда вы будете видеть все вещи, выставленные на аукцион, без какой-либо сортировки по категориям. Это у нас опять-таки кнопочки переключения между страницами, если на сервере играет много игроков, наверняка они часто будут выставлять вещи на продажу и здесь может быть насобираться очень много страниц. Здесь у нас продублирована кнопочка выбора категории, а следующая кнопка у нас отвечает за переключение между вещами, которые просто выставлены на продажу и вещами, которые выставлены именно на аукцион. Чем отличается продажа от аукциона? Когда вы выставляете вещь на продажу, вы устанавливаете конкретную цену и данная вещь будет находиться на аукционе до тех пор, пока ее кто-то не купит за указанную вами цену. Если вы выставили вещь на аукцион, то в этом случае игроки сами предлагают цену. И игрок, который предложит самую высокую цену, получит данную вещь, думаю, что вы с такой системой знакомы. Окей, как выставить вещь на аукцион? Мы можем ввести, допустим, CA help и увидеть все команды, которые нам доступны. Хочу я продать, допустим, стак дубовой древесины. Что мне нужно для этого сделать? Вводим команду CA sell, указываем цену, допустим, 500 долларов и количество, которое мы хотим выставить. Допустим, я хочу выставить 3 блока на продажу. Отлично, теперь открываем наше меню аукциона и, как видим, здесь у нас дубовое бревно, 3 штучки, ровно как я указал, цена 500 долларов и продавец мистер Джейкоб. Окей, хочу я, допустим, выставить стак редстоунских блоков на аукцион CA sell, цена, допустим, 1500 и количество 64. Открываем меню аукциона и наблюдаем здесь наши вещи. Также мы можем перейти в раздел с вещами, которые мы продаем и здесь можем наблюдать, сколько осталось до истечения. То есть, когда истечет это время, то данная вещь будет у нас перемещена вот в этот раздел. Теперь давайте выставим вещи уже не на продажу, а на аукцион. Вводим CA bid и абсолютно также начальная цена, которую мы хотим поставить, допустим, там 123 доллара и количество. Давайте один стак. Открываем меню с аукционом. Как можем видеть, мы не наблюдаем здесь наш динамит. Где же он делся? Нам нужно переключиться на раздел с аукционом. Мы переключаемся и вот здесь находятся наши вещи. Я сейчас не смогу ничего с ней сделать, поскольку я не могу приобрести и торговаться собственной вещью. Как бы, думаю, это понятно. Здесь у нас написано, сколько времени осталось до истечения аукциона. Если за это время, допустим, какой-то игрок предложит 500 долларов за мой стак динамита и никто больше не предложит цену выше, значит, данная вещь уйдет этому игроку. Вот такой вот прикольный плагин на продажу вещей и на аукционы. Я думаю, что можно вернуться в студию и подвести некие итоги. Подытожим. Стоит ли данный плагин вашего внимания? Я считаю, что да. Плагин довольно простой настройки, в нем нет кучи ненужного функционала и всему, что имеется в этом плагине, можно найти какое-то применение на вашем сервере. Нужен ли данный плагин на вашем сервере? Я считаю, что данный плагин отлично подходит под обычные сервера с выживанием, где игроки торгуются вещами между собой. К тому же, это решает сразу несколько проблем. Во-первых, игроки с легкостью смогут выставить какую-то вещь на продажу и продать, тем самым заработать игровую валюту. Во-вторых, это может значительно уменьшить шанс обмана. То есть, если игрок хочет продать какую-то вещь, но боится остаться обманутым, он просто может выставить ее на продажу через этот плагин и тем самым избежать обмана со стороны других игроков. А теперь субъективная оценка. Этому плагину я поставлю 10 баллов из 10. Честно говоря, я уже хотел начинать придираться и искать какие-то недостатки этого плагина, но их не обнаружил. Весь функционал данного плагина работает отлично и за больше чем полтора года, которые я знаком с данным плагином, я еще не замечал каких-то существенных проблем. Я считаю, что это действительно отличный плагин для того, чтобы игроки могли продавать свои ресурсы и взамен получать игровую валюту. С вами был Джейкоб, это была рубрика обзоры плагинов. Поставьте лайк, потому что вам не сложно, а мне приятно. На этом я буду заканчивать. Всем удачи и всем пока. Пока.